Добрый день, уважаемые десногорцы! Немногие из нас знают, что в городе у нас работает проект «Реальный ад». О том, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в этом проекте, мы пригласили сегодня нашу десногорскую команду участников этого проекта. Команда называется «Училки на мели». Зовут девушек Юля и Оля. Кто мне расскажет о том, для чего этот проект, и что нужно было вам в его рафбуках сделать, чтобы поучаствовать? Расскажу, давайте я. Проект нужен для того, чтобы участники создали небольшие видеоблоги о атомных городах России. Участвует 10 атомных городов, в их числе Десногорск, Железногорск, Снежинск, Сосновый Бор и другие города. Необходимо в итоге в ходе конкурса создать 5 видеороликов и связать их со своим городом, с его спецификой, и рассказать всему миру. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, темы определяли вы сами, либо вам было какое-то конкретное задание? Несколько тем, в частности, три, были заданы организаторами конкурса. Темы достаточно сложные, их немного было сложновато связать с городом. А крайнюю тему, над которой мы сейчас работаем, должны были придумать непосредственно мы. Перечислите, какие темы у вас были, и что вы, скажем так, вкратце. Мы покажем нашим зрителям по кусочку из ваших этих самых роликов. А скажите, озвучьте и прокомментируйте чуть-чуть. Самым первым роликом был ролик от нашего продюсера Дмитрия Масленникова, в котором он делал краткий обзор на наш город. Рассказал о драконах, показал главные достопримечательности, храм Ангела Мира. Следующим роликом мы выпускали городские новости. В городских новостях, поскольку было у нас такое небольшое затишье, скажем, в городе, мы решили ввести выдуманных персонажей, таких как Человек-Десногорск и Маленькая Скверна. Маленькая Скверна ходила и воровала у всех жителей любовь к своему городу, а Человек-Десногорск переубеждал жителей города и всех, кто нас смотрит, в том, что наш город действительно есть за что любить. Экстренные новости. На город напала Скверна. Какая Скверна? А, нет, только не Скверна. Мы все в опасности. Этому городу нужен герой. Человек-Десногорск! Следующим роликом стал научный эксперимент. В ходе научного эксперимента мы побывали в заброшенной казарме, которая находится недалеко от нашего города. Мы поработали с вакуумом, мы смешали тиоцианаткалия с родонитом, оксидом. Честно, уже не вспомню, да. И разобрались, что же такое качер-бровина, поработали с электричеством, побило нас немножечко током и поиграли в джеды. Потом мы сняли ток-шоу с главой, которое наверняка наши зрители увидят совсем скоро. Этот ролик должен выйти уже на этой неделе. Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня наш выпуск станет необычным. А необычным будет потому, что в студии появился человек с большой буквы. Человек, который руководит нашим атомным городом Десногорском. Вячеслав Владимирович Селенков. Привет, девчонки! Привет, десногорцы! И осталось снять ролик на крайнюю тему. Интересно, обширно. С какого времени начался проект? Откуда вы о нем узнали? Ну, о проекте мы узнали совершенно случайно. Это было абсолютно спонтанное решение и, в принципе, участие, да и сотрудничество, наверное. То есть, на самом деле, там вообще история достаточно интересная. Когда мы сидели и просто переглянулись и списались, что, мол... Я хотела к ней в команду, а она в этот момент, да, списалась очень для того, что... Мы думали, что у каждой из нас есть команда, а в итоге оказалось, что мы и есть команда. Вот, и получилось так, как получилось. То есть, с 24-го числа все это дело дружно запустилось и вот до сих пор... Это с 24-го июня? Да, с 24-го июня. В какой срок вы должны все-таки выдать результат по вашему? Ну, каждый ролик у нас идет срок недели. То есть, у нас получается, что в течение недели мы должны отснять... Сначала сценарий показать, потом отснять ролик, смонтировать и, соответственно, его сдать. Есть какие-то ограничения, скажем так, вот на материал? Чего там не должно содержаться? Либо что-то приветствуется? Мне кажется, что в этом плане нужно понимать, что наша аудитория, это начиная, наверное, от детей, да, там, с 7-8 лет, заканчивая уже взрослыми людьми, которые действительно, которые, да, даже тем самым первостроителям, которые этот город видели с нуля, с самого начала, да, заканчивая тем, что сейчас есть. Поэтому, понимая это, нужно действительно держаться рамок. Значит, вы хорошо себе представляли о том, какую цель перед вами поставили организаторы проекта, да? То бишь, и как вы к ней отнеслись вообще к этой тематике? Ну, это в любом случае, это интересная тематика, это интересный опыт. И я считаю, что нужно действительно показывать, чем живут маленькие города и нести это в массы, потому что не все действительно знают, как мы живем, что мы живем. То есть там в Смоленске гуляешь, спрашиваешь, вы знаете про Десногорск, и нас так смотрят, ну там атомная станция, ну там рыбалка неплохая. Это все, о чем знают люди. А то, что у нас здесь действительно интересно, красиво, и есть чем заняться, как бы там кто что ни говорил, об этом почему-то умалчивается. Ну и вот решили нести. А скажите, пожалуйста, вы где учились? В Десногорске или в Смоленске? В Смоленске. В Смоленске, да? У вас как-то сказывалось отношение к Десногорску среди ваших студентов? Я училась в Брянске, и когда я поступила на первый курс, первым делом мой одногруппник спросил меня, это правда, что у вас там все светятся в темноте? Меня спрашивали про мутации. Это правда, что у вас там что-то отрастает? Вы обе очень похожи на мутантов. Я знала, что что-то не так. Хорошо, ну вот вы поучаствовали уже достаточно длительный период, тем более, что вы с интересом включились. Скажите, пожалуйста, вот вам лично, каждый из вас, что дал этот проект? Ну, во-первых, мы открыли для себя несколько новых мест в городе. Мы открыли для себя новый вид деятельности. Мы научились держать камеру в руках. Причем ровно держать. Ровно держать, пользоваться некоторой техникой, быть более раскрепощенными. Ну и в конце концов мы сдружились втроем, потому что мы до проекта не были друзьями, были просто знакомыми. А третью нашу участницу не знали совсем. Вот, девочки, скажи, а вам? Я не знаю, но мне кажется, это такой был очень, есть очень классный способ самореализации, наверное, само становление себя, то есть показать, попробовать себя в этой сфере, посмотреть, а нравится или нет, мне кажется даже, что я думаю, что мы будем продолжать эту деятельность вот именно вот в этом формате, именно в формате училок. Единственное, что возможно, невозможно, скорее всего, поменяем более тематику, да и более обширную сделаем. Но думаю, что мы будем дальше этим заниматься, пусть не так часто, но как хобби это останется. Вообще хотелось бы добавить, что сейчас очень много блогеров. И, наверное, каждый, как и я, до проекта думали, что ну что такого, взял там камеру на телефон, снял, выложил в интернет, тебя посмотрели, над тобой посмеялись. И все сказали, какой ты классный. И все сказали, какой ты классный или наоборот не классный, но, в общем, будет реакция. Нет, это так сложно, все это монтировать, все это придумывать, писать какие-то стендапы, выкручивать идеи, плюс еще когда ограничивают немножечко темами, это просто очень сложно. А вот скажите, пожалуйста, вы вот просто окунулись в это и стали сами сражаться с этим непонятной вообще как бы областью вашей жизни и деятельности, да? Кто-то вам помогал? Вы где-то, где черпали знания? Как это нужно делать? Как это можно делать? И как вообще-то, сначала же должен человек знать, что такое формат? Мы пообщались с нашим продюсером, он нам очень много объяснил, посоветовал, какие посмотреть блоги, что посмотреть, на что обратить внимание. В общем, отовсюду понемножку. Отовсюду понемножку, да, в городе обращались. К организаторам, вы свои ролики наверняка на друзьях проверяли. Я, например, именно так и делаю. Нет? И проверяли? Я не знаю, ну, нет, проверяли. Юлина мужа проверяла. Страдалец. Я тоже проверяла. Не на мужа. Они понимали, в смысле, эту задумку, ту тему, которую вы им... Приходилось рядом сидеть объяснять, либо они сразу сказали? Они мало того, что не понимали, они еще и поддерживали, еще и подсказывали какие-то идеи, говорили, как бы лучше сделать, чтобы было позабавнее, либо поинтереснее, посерьезнее. То есть, поддержка колоссальная, и не только в плане просто посмотреть и прокомментировать, сказать, удалось или не удалось. Чудненько. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас на какой стадии находитесь проекта? Что вам осталось еще сделать? Мы сейчас снимаем самый крайний ролик на свободную тему. Осталось доснять, смонтировать и опубликовать на просторах интернета и ждать завершения конкурса. Фильм написан, осталось только снимать, да? Да, да, да. Замечательно. И чего вам не хватает? Вам не хватает поддержки наших десногорцев? Скажите, вообще, какова реакция? Они смотрят, ставят там что-то? Конечно, смотрят не все, но есть люди, которые смотрят, есть люди, которые положительно комментируют, есть люди, которые относятся негативно. И до сих пор не понимают, для чего это нужно. Не понимают, для чего все это делается. Конкурс не получил очень большие огласки в городе, о нем не знает абсолютно каждый. Поэтому, наверное, человеку просто сложно понять. Какие-то девочки пошли снимать научный эксперимент, зачем они это сделали? Тем более, он совсем далеко не научный, да? И зачем они залезли в эту казарму? Почему говорят о том, что он, ну, про город? Как, что? Ничего не понятно. Многие люди, не только наша эта проблема, это проблема многих команд, начинают критиковать видеоролики за счет того, что вроде как бы мы и город должны показать, а тему какую-то выбрали, ну, скажем так, глупую, что ли, и никак она не привязывается. И не понимают совсем люди того, что первые темы, вплоть до крайнего ролика, они сдаются именно организаторами. И по большей части мы очень сильно зависим от того, что скажут организаторы. Все пишут, можно сделать так, можно было сделать так, но пока что только два человека предложило свои какие-то идеи для создания блогов. Это реально, в нашей группе мы всегда будем рады любому предложению. Так, девушка, теперь мне даже самой стало страшно интересно найти вас. Где, в каких соцсетях вас искать, как вас... Мы есть, ну, самая, наверное, распространенная социальная сеть, в которой есть практически каждый второй человек, это ВКонтакте. Там есть, просто набираете в поисковике, я думаю, училки на мели, и все выскочит само. Если более через сложные пути, можно через поисковик, именно браузер, реальный атом, и там уже через него как-то вылезать. А скажите, вот ваши ролики, есть какой-то общий такой сайт, место... Ну, как раз-таки, да, группа ВКонтакте, реальный атом, там можно посмотреть все ролики абсолютно всех команд. Все. Да. Значит, мы тогда просим наших телезрителей, да, наших тесногорцев зайти в наших училок на мели ВКонтакте, посмотреть и все-таки дать оценку. Это неважно, какой, правда, понравилось, не понравилось, главное, чтобы откликнуться, потому как, ну, как бы... Между прочим, Десногорск, Смоленск уже на нас откликнулся, поэтому ждем вас теперь только. Вот, замечательно. Значит, мы сейчас пропишем все эти адреса, куда можно посмотреть на вас. Ну, в передаче вы уже посмотрели некоторые кусочки роликов, я думаю, что они должны были вас заинтересовать, поэтому смотрите и лайкайте, пожалуйста. Комментируйте, лайкайте и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok